Какие отличительные черты есть у славянских боевых систем? Если уже говорить по существу, то все эти системы – это разветвление от одной или двух традиций, и они связаны с управлением энергиями окружения мира для самосовершенствования. Этим занималась одна каста в расе, и была вторая, которая учила её более сложную форму, и они вместе решали вопросы, связанные с охраной и обеспечением безопасности и воспитанием духа внутри своего сообщества. Это очень долгий разговор и сложная информация. И были такие ситуации, когда базовое знание нарабатывалось тем или иным представителем боевой культуры до несколько другой формы, но очень эффективной. Любая техника стремится от простейшей формы к совершенству. И любое внешнее проявление однажды приходит к такой точке, в которой можно преобразовать уже бесконтактную форму, и можно управлять пространством без сколько-нибудь значимых усилий, с очень эффектным проявлением. Тогда, когда единоборство перестаёт быть рукопашным боем, а превращается в принципе в магию. То, что вы называете магией. Есть ли сейчас мастера, которые способны это продемонстрировать? Если посчитать всех тех, которые существуют на Земле, то в принципе этим владеют приблизительно несколько сотен. И есть несколько десятков, которые могут показать нечто очень интересное, чтобы вас удивило. Но никакой серьёзный мастер не будет с этого делать шоу. За исключением тех случаев, когда есть принципиально очень важные намерения, но это исключительная ситуация. Как отличить таких мастеров от остальных? Те задачи, которые ставит мастер, и как он к вам относится. То есть, какую жизнь ведёт мастер, к чему он стремится, что он проповедует, и что он ждёт от вас, и как он к вам относится. Продолжение следует...